МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ко дню победы коллектив «Запорожстали» поздравляет ветеранов Второй мировой. Мировые стандарты, успешно пройден аудит системы энергоменеджмента комбината «Запорожсталь». Зная свой край, при поддержке комбината открылся областной музей детского туризма. В День памяти и примирения ветераны-металлурги традиционно посещают памятные места комбината «Запорожсталь» и отдают дань павшим воинам. Сперва собираются у раскол этой башни танка Т-34, который находится около проходной металлургического комбината. Возложив цветы почти в подвиг танкистов, которые в октябре 43-го освобождали Запорожье от оккупантов, ветераны-металлурги переезжают на территории комбината «Запорожсталь». Возлагают цветы к мемориалу группы «Гончара» подпольщикам, действовавших на территории завода. На комбинате «Запорожсталь» трепетно относятся к ветеранам. К ветеранам войны, к ветеранам, которые восстанавливали комбинат, к ветеранам, которые продолжали его славную историю в мирное время. На комбинате «Запорожсталь» подвиг ветеранов Второй мировой войны чтут и помнят. Для тех, кто более 70 лет назад отдавал силы военно-победы, сегодня организован заслуженный отдых. У нас сейчас более 100 человек отдыхает, участников боевых действий, там порядка 20 человек. Но это участники войны, участники Трудового фронта. Они отдыхают в санатории-профилактории. Торжества традиционно продолжаются около мемориала в поселке Скворцово, что в заводском районе Запорожья. Среди ветеранов Яков Якименко. На фронте Второй мировой войны был связистом. Победу встретил в одном из немецких поселков. Услышали восьмого вечером. Размышлялся, как раз, что с нами в том селе. Там и услышали капитулища. Ну, оно же понятно было всем. Радость, конечно. Тут что стреляли, стреляли. А тут мир наступил. Кроме ветеранов боевых действий Второй мировой войны, слова благодарности адресовали и ветеранам труда, которые в послевоенный период трудились над восстановлением Запорожья и промышленности. Это день, когда мы чествуем ветеранов наших, которые прошли все эти невзгоды, тяготы и лишения этой страшной войны, а потом с таким же усердием, с таким же упорством и с таким же натхнением восстанавливали наш любимый город, восстанавливали наши предприятия. Мы преклоняемся перед ветеранами, которые трудились на болевых и трудовых фронтах во имя Победы. Они прошли славный путь. Ваш путь – пример того, как хранить мир, ценить жизнь, как беречь родных и близких людей. Эффективное производство и экономия энергоресурсов металлургический комбинат «Запорожсталь» продолжает реализацию программ, направленных на снижение производственных издержек. Одно из главных направлений – работающая система энергоменеджмента, сертифицированная по мировым стандартам. У нас на сегодняшний день на комбинате проходит второй надзорный аудит функционированной системы энергетического металлурга в соответствии с стандартом европейским ИСО, международным стандартом ИСО 500001, который должен, наверное, показать, насколько мы выполняем требования стандарта, насколько мы занимаемся вопросами энергоэффективности нашего производства, ну и самое главное, чего мы достигли в этой работе. Только в 2017 году на «Запорожстале» реализовали 44 энергосберегающих проекта. Экономический эффект составил более 3 миллионов 900 тысяч долларов. Международные стандарты энергоменеджмента подразумевают непрерывное совершенствование. Поэтому в 2018 году работа по экономии ресурсов будет продолжена как минимум прежними темпами. Если в прошлом году мы внедрили 44 мероприятия, то на сегодняшний день мы уже имеем 27 мероприятий, которые позволят нам сократить потребление энергии на 657 тысяч гиаджоулей, или это в долларах составит 6,7 миллиона долларов. В соответствии с принятой мировой практикой, международный стандарт ИСО 500001 подтверждается ежегодно. На прошлой неделе аудиторы компании ТМС Украина изучали выполнение стандартов в цехе горячей прокатки тонкого листа. Основное внимание уделяли информированности и вовлеченности персонала во все процессы управления энергосбережением. Вот на эти элементы мы обращаем больше внимания. Это и вовлеченность персонала, и постоянство выполнения стандартов, которые прописаны, регламентов, которые прописаны. Вот на это обращается большее внимание, потому что, в принципе, успех любого проекта, он зависит во многом от степени вовлеченности персонала. По словам аудиторов, каждый раз, когда они посещают «Запорожсталь», отмечают положительную динамику изменений, связанных с внедрением передовых мировых стандартов и практик. На металлургическом комбинате «Запорожсталь» подведены итоги конкурсов по внедрению системы 5С и рабочий быт своими руками. Система 5С внедряется на комбинате с 2012 года. За это время она доказала свою эффективность и помогает структурным подразделениям в правильной организации рабочих мест, что, в свою очередь, ведет к снижению издержек, повышению безопасности и увеличению общей эффективности производства. Программе 5С и по программе, скажем так, рабочий быт, как мы ухаживаем за санитарно-техническими узлами. Что хочется отметить, что по программе 5С очень много цехов, которые реально занимаются этой программой. Есть хорошие сдвиги по доминому цеху, Мартену, ЦХП-3, газовый цех, ЦВС. То есть практически 80% цехов – это цеха, которые, скажем так, добавляют. Среди лучших в первом квартале цех водоснабжения, газовый цех, доминный, обжимной, Мартеновский цеха, структурные подразделения УЖДТ. В номинации «Лучшее структурное подразделение» победителями стали обжимной цех, теплоэлектроцентраль и цех эксплуатации УЖДТ. Победители получили сертификаты на 20, 40 и 60 тысяч гривен. Мы давно работаем с достижением результата по этой системе. В принципе, и предыдущий весь год держались на максимальных оценках. Спасибо всему коллективу, сослуга, конечно, коллектива. Усилия все направлены на достижение максимальных результатов по этой системе. Также были подведены итоги конкурса «Рабочий быт своими руками». Отмечен стабильный прогресс в обжимном цехе управления и подготовки производства, Копровом цехе, СХП-1 и ЦВС. По программе, как бы сказать, ухода за санитарными бытовыми помещениями есть много положительных результатов. Тоже, в принципе, все цеха процентов 80 прибавляют. Сертификатами на 10, 20 и 30 тысяч гривен отмечены трудовые коллективы управления подготовки производством Копрового и Обжимного цехов. День рождения легендарного металлурга, ставшего прообразом киногероя Саши Савченко из фильма «Весна на Заречной улице». 88 лет отметил заслуженный металлург Украины Григорий Пометон. На комбинат «Запорожсталь» подручным Сталевара Григорий Константинович пришел в 1948 году 18-летним мальчишкой, а уже через 5 лет получает звание «Заслуженный металлург». Еще через 3 года в возрасте 28 лет становится самым молодым героем социалистического труда в стране. Во время съемок «Весны на Заречной улице» Григорий Пометон и Николай Рыбников по 8 часов стояли у Мартена, а металлургии актер и Сталевар могли разговаривать часами. Комбинат «Запорожсталь» для Григория Пометуна стал и домом, и семьей. У меня в трудовой книжке одна печать принята «Запорожсталь» и «Угольный Запорожсталь». Всю свою жизнь проработал в Мартеновском цехе. Стал завод и цех, и вот коллектив – это моя жизнь. Всегда поздравляют меня с днем рождения, с праздником и все прочее. Я очень благодарен и считаю, что я очень счастлив в этом коллективе, что меня так воспитали, что я вырос, и сам молодежи передал кое-что много хорошего. А коллектив не забывает о своих героях. С поздравлениями, теплыми пожеланиями и подарками в этот день пришли представители администрации Днепровского и Заводского районов и общества ветеранов комбината «Запорожсталь». От коллектива Мартеновского цеха, от Днепровской райадминистрации мы вас поздравляем с днем рождения. Мы хотим вам сказать большое человеческое спасибо. Вы – гордость, мы вам и гордимся за ваш труд, за вашу школу. Самое главное – вам здоровья крепчайшего, удачи, благополучия, чтобы вы долго жили, были примером для многих запорожцев, не только для запоросталевцев, а для многих запорожцев. Студенты знакомятся с ведущим предприятием украинской черной металлургии. На экскурсию на комбинат «Запорожсталь» приехали лидеры студенческого самоуправления вузов нашей области и гости из Черновцов, которые побывали в Запорожье в рамках программы студенческого обмена. Мы хотим очень благодарить молодежной организации и самому комбинату, что сегодня открыли двери для нас и позволили увидеть своими очами, как происходит процесс на заводе. Ведь очень важно выхоовать у наших студентов, перебороть тот страх, который есть среди сегодняшней молодости о наших заводах, особенно из наших гостей из Запорожья Украины. Потому что в них такого нет, и для них это действительно интересно и очень полезно. Уже по традиции экскурсия началась в Центральной диспетчерской комбинате. Именно здесь можно наблюдать за работой практически всех цехов предприятия. После небольшого предпросмотра на экранах визит непосредственно на производство. Первый на очереди один из главных цехов комбината «Мартеновский», который в недалеком будущем заменит кислородно-конверторный цех. За ним одно из самых зрелищных подразделений – визиты в ЦГПТЛ и ЦХП-1. Мы побывали на разных цехах металлургического производства. Я никогда не была на таком производстве. Мне понравилось море приемных вражений, и я удивлена. Как утверждают представители молодежной организации комбината, которые сопровождали студентов на протяжении всей экскурсии, они всегда готовы принимать экскурсантов, рассказывать о своем производстве и делиться успехами. Ведь открытость и прозрачность – один из основных принципов работы «Запорожстали». Комбинат «Запорожсталь» – динамично развивающееся предприятие, которое направляет все свои ресурсы для того, чтобы наш комбинат стал европейского уровня, и мы к этому идем. И о наших достижениях услышали студенты области. Мы не ограничиваемся только студентами нашего региона. К нам также приезжают студенты из других областей Украины. Нам очень приятно, что у молодежи есть интерес узнать, что такое металлургия. И во время таких экскурсий они уже реально понимают, что металлургия является основным таким локомотивом развития экономики нашей страны. Музей истории детского туризма и краеведения открыли в Запорожье. Более 600 экспонатов раскрывают историю многолетних путешествий. Торжественное событие состоялось в рамках празднования 70-летия областного центра туризма и краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. Мы очень много путешествуем по области, но мне больше всего запомнились Карпаты. И также у нас было несколько походов на море Азовское. Мы ходим в походы в основном, ищем материалы, собираем, пишем работы, представляем их в Украине, во всей Украине, на конкурсах разных. Экспозиция музея – настоящий туристический рай. Здесь собрана целая коллекция рюкзаков, спортивное снаряжение на разные случаи жизни, палатки, веревки, печи, котлы и важный атрибут похода – гитара. В фондах музея сохранились также отчеты, в которых участники экспедиции подробно описывали свои приключения. На сегодня в этом закладе есть близко 600 экспонатов. Это начало, так, и мы планируем, что количество экспонатов будет в этом музее постоянно увеличиваться. Я уверен в том, что данный музей станет одним из туристических объектов для детей и молодых в Запорожьей области и будет включен к туристическому району. Открытие музея стало возможным благодаря участию Центра туризма в конкурсе социальных инициатив «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». Проект получил грант на сумму 56 тысяч гривен. Мы открываем зеленый туризм, мы развиваем индустриальный туризм и мы позиционируем Запорожье как новый бизнесовый и культурный центр. Надалее мы будем развивать этот заклад, вкладывать деньги на уровне областной ради и поддерживать такие проекты. Конкурс красоты «Мисс Заводчанка-2018». Свои таланты показывают шесть участниц, представительниц промышленных предприятий. ЗТМК, Запорожь огнеупора, Запорожь кокса, Запорожского литейно-механического завода, комбинатов «Запорожсталь» и «Днепроспедсталь». Анна представляет комбинат «Запорожсталь», где работает электромонтером в цехе холодной прокатки номер один. Планирую показать, что металлургия – это не только мужская профессия, что все-таки благодаря женщинам это все держится в аккуратных, красивых, скажем так, образах. Показать, что все люди должны и могут показать свой стальной характер, украинскую душу, то, что является логотипом нашего предприятия. Поэтому будем сражаться, доказывать и показывать красоту наших предприятий. В подобных конкурсах Анна принимает участие уже не впервые. Еще в девятом классе она участвовала в школьном конкурсе красоты. Потом во время учебы в колледже победила своих соперниц в конкурсе «Я украинка». А недавно была признана мисс «Запорожсталь». Анна говорит, этот опыт ей помог при подготовке к конкурсу. Она будет покорять зрителя своим вокалом. Как лично для меня, имея базу после подготовки к мисс «Запорожсталь», здесь просто уже учили то, что нужно, получали удовольствие от репетиций и готовились, чтобы сегодня показать, что у нас из этого получилось. А вот участница, представляющая завод «Запорожья гнеупор», имеет не такой большой опыт участия в конкурсах красоты. Поэтому подготовка давалась ей нелегко. На конкурсе она будет танцевать румбу. Мы готовились на протяжении месяца. Очень тяжело было совмещать и работу, и подготовку, потому что мы могли тренироваться и до ночи, вплоть до уходить там около 11-12 вечера, чтобы все было готово. Конкурс проводится уже более 10 лет. Представители районной администрации отмечают, с каждым годом конкурс красоты становится все более масштабным и зрелищным. Уверен, что для заводов такие конкурсы – это возможность реализации молодежи не только на рабочем месте, показать себя, что он человек умеет, или молодой человек умеет, но еще и показать свою душу, свое сердце, то, что человек умеет, и как он выглядит, как себя ведет в обычной жизни, ну и на сцене в том числе. Участницы показали свои таланты, соревновались в интеллектуальном конкурсе «Вопрос-ответ», «Дефиле» и «Вокале». Члены жюри – представители молодежных организаций промышленных предприятий, преподаватели школы красоты и хороших манер. Победительницей конкурса «Мисс Заводчанка-2018» признана Анна Муравьева. Ее ожидает поездка в Европу. Другие участницы тоже не остались без призов, получили сертификаты и мягкие игрушки. Оно, пожалуй, одно из самых центровых. Всем хочется посмотреть на наших красавиц, на девушек, которые работают на самом деле не всегда на самых простых работах, на наших предприятиях, на наших заводах. Здесь они полностью раскрываются, показывают настоящую я, настоящую девушку, настоящую женщину.